Итак, шаг. Делаем шаг. Ручкой вверх. Ручкой вверх. Хорошо. Ножки ровненько. Ручкой вверх. Шаг другой ногой. Вверх. Вверх. Хорошо. Ложимся. Видите, прежде чем начинать делать ТЛ куда-либо, я сначала положу и посмотрю, имеет ли это вообще смысл. Зачем мне будет нужно сейчас проверять эмоции, если, допустим, у меня сейчас шаг поменяется. Правильно? Перепроверяем. Ручкой вверх. Кто вас тестировал? Были люди, да? Ручкой вверх. Вверх. Я должен был обойти, но по этическим соображениям этого не делал. Ручкой вверх. Все. Шаг у меня здесь гипертоничный. Теперь мне нужно понять, что здесь. Эмоции, интоксикация, ирритация. Ну, прежде всего, проще всего это делать через провокации на определенные точки. Глазки закрываем. Ставим пальчики первые и третьи на лобные бугры. Теперь, когда мы с вами проверяем на гипертоничность, очень не лишним, а на прошлом семинаре я об этом говорил, будет не просто сделать ТЛ и протестировать, а сделать вторую провокацию. То есть сделать ингибицию еще непосредственно на мышцы. Ручкой вверх. Хорошо. Глазки закрыты. Ставим пальчик раз. Три пальчика здесь. Ручкой вверх. Нет, не бросайте. Не бросайте руку. Ручкой вверх. Нет. Вы бросили. Ни эмоции, ни химии, ничего не дали. То есть как раз то, что вы и хотите. Теперь у нас получается ирритация. Вот я хочу посмотреть, как будет. По сути, мне сейчас я выхожу на механические нарушения. И механические нарушения связаны с твердой мозговой оболочкой. И не просто с твердой мозговой оболочкой, а именно уровень череп, позвоночник, крестец. Поэтому я посмотрю, что будет изменяться от того, если я, допустим, сделаю тракцию. Если я сделаю тракцию. Ручкой вверх. Ничего не изменилось. Тогда я буду делать механическую провокацию. На уровне подзатылочных мышц. Ручкой вверх. Не понял. Что хорошо в прикладной кинезиологии, что если не поняли, можно перепроверить без ущерба для пациента. А если анализ не получился, то приходится второй раз колоть вену. Еще раз. Нет, не отреагировала. Шейно-грудной переход. Чисто механическая провокация. Ручкой вверх. Грудно-поясничный переход. Ручкой вверх. Сдалась? Нет? Точно не сдалась? Так, перепроверим. Подождем, пусть система вернется в свое исходное состояние. Ручкой вверх. Грудно-поясничный переход. Ручкой вверх. Ну, сразу чувствуется. Ну, для чистоты еще посмотрим пояснично-крестцовый уровень. Ручкой вверх. Здесь нет. Да. Адмаз. Беру. Не по ее стороне, а с двух сторон? Нет, с двух сторон. Мне сейчас нужно определить уровень. Не право-лево, а верх-низ. Где именно на этом? То есть я вижу, что это уровень грудно-поясничного перехода. Где-то на этом уровне. И теперь я понимаю, что мне нужно сейчас заниматься позвоночником, вот этим вот сегментом. Как им заниматься? Можно пойти разными путями. Вот. И один из этих путей связан с темой нашего нынешнего семинара, поэтому чуть позже мы об этом поговорим. Вот. Если вы владеете мануальной терапией, значит, вы уже не будете по всему телу, по всему позвоночнику диагностику делать, а в первую очередь посмотрите, какие нарушения здесь вы увидите, и их откорректируете. Понятно? Мы сейчас занимаемся тем, чтобы понять, как глобально определить место проблемы. Понятно? Понятно. Дальше. Если у нас это эмоции, как и в прошлый раз, мы с вами можем, во-первых, поработать через дыхание. Анулома-велома. Помните, да? Вдох и выдох одной стороной ноздри. Вот. Дальше. Есть такая еще методика, как согласовать работу канально-меридиональной системы и вегетативной системы и мозга. Каким образом? Вы ставите одни пальчики, ставите коктейл на лобные бугры, руку ставите на точку РП-21. Помните о этой точке, да? Вот. Глазки у пациента закрыты, и пациент глубоко дышит. Сколько так? Минута-две. Тоже один из таких наиболее простых способов восстановить эмоциональный фон. Ну, а если вы выходите на глубокие эмоциональные нарушения, то дальше вы идете по системе работы с эмоциями, по системе Роя Мартина и так далее. Все, что угодно. Угу. Психотерапия, различные методы психотерапии и так далее. Да? Ну, в данном случае здесь нечего согласовывать, здесь имеются чисто механические нарушения. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология ООПК. Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну, а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по Прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ООПК – все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста. Прикладная кинезиология ООПК. Прикладная кинезиология ООПК.